Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, действительно цитокины играют очень большую роль в любых иммунопатологических процессах и, конечно, в том числе и в развитии опухолей. Что касается иммунологических механизмов развития опухолей, то, конечно, существует теория иммуноредактирования опухолей, согласно которой есть три фазы развития опухолей и, может быть, в начальной стадии даже спонтанно опухолевая регрессия и трансформированные клетки в данном случае контролируются иммунной системой. Здесь участвуют, конечно, макрофаги, дендритные клетки, НК-клетки, Т-лимфоциты как главные клетки, безусловно, цитокины и вот это стадия элиминации опухоли, когда иммунная система может удалить развивающуюся опухоль. Но дальше наступает стадия равновесия, когда существует действительно баланс между иммунной системой и растущей опухолей. К сожалению, очень часто это очень короткая стадия и дальше это все переходит в стадию ускользания опухоли, когда опухоль уже не может быть контролирована иммунной системой и, несмотря на все существующие механизмы противоопухолевого иммунитета, опухоль развивается. И в данном случае, безусловно, мы знаем, что опухоль активно подавляет иммунную систему. Цитокины при опухолевом росте. Но, безусловно, цитокины – это составляющая микроокружения опухоли. Они синтезируются как самими опухолевыми клетками, так и привлеченными клетками иммунной системы, которых очень много в опухоли. И вот тут вот сразу можно разделить на две составляющие вот эту роль цитокинов. Есть клетки, ответственные за подавление роста опухоли. Вот здесь они перечислены. Мы все знаем, что это за клетки. И соответствующие цитокины, которые стимулируют активность этих клеток. Интерферон альфа, гамма, фактор некрозоопухоли, интерлекин-12. Это приводит к различным механизмам противоопухолевого иммунитета и удалению опухолей за счет апаптоза опухолевых клеток, цитотоксичности, подавлению роста и элиминации опухоли. Но, к сожалению, есть клетки в микроокружении, ответственные за стимуляцию роста опухоли. Это, конечно, милоидные супрессорные клетки, террегуляторные лимфоциты, М2, макрофаги, Н2, нейтрофилы. И посмотрите, сколько цитокинов, которые участвуют в этом процессе. Они вызывают иммуносупрессию, они вызывают блок апаптоза, пролиферацию драковых клеток, ангиогенез, неоангиогенез. И это приводит к инвазивному росту опухоли и формированию метастазов. То есть, вот тут сразу проявляются два направления участия цитокинов. То есть, как защита, так и участие в прогрессировании опухолей. И вот можно это очень хорошо видеть на примере химокинов, как в таком субсемействе цитокинов, которые регулируют миграцию клеток. Посмотрите, химокины действительно участвуют в защите от рака. И вот сейчас известны клетки, вот это вот, все они здесь обозначены. Они имеют специфические химокиновые рецепторы. И химокины привлекают эти клетки в зону микроокружения опухоли. Вот те химокины конкретно, которые привлекают те или иные клетки. И что это за клетки? Это, конечно же, макрофаги, Т-лимфоциты, НК-клетки. И они начинают развиваться и осуществлять противоопухолевый иммунитет. Это приводит к регрессии опухоли. Но, посмотрите, другие химокины, оказывается, стимулируют рост опухоли. И происходит это за счет привлечения вот этих вот клеток, о которых мы уже с вами говорили, о многих из них. И они тоже экспрессируют показанные здесь специфические химокиновые рецепторы. И они привлекаются в опухоль вот обозначенными тут цитокинами. Что делают эти клетки? Они подавляют практически активность всех тех видов лимфоцитов, которые были на предыдущем слайде. И это приводит к прогрессированию опухоли. Значит, одно и то же семейство и цитокины, и химокины внутри этого семейства могут стимулировать оба процесса. Как защиту, так и патологию. Ну, поговорим немножко о защитных реакциях. Конечно, очень важны для противоопухолевого иммунитета НК клетки. И посмотрите, сколько цитокинов участвует в активации функции НК клеток. Вот здесь вот и интерферон первого типа, интерлекин-2, интерлекин-15-21, интерлекин-12, интерлекин-18. Сейчас известны все внутриклеточные механизмы сигналинга через специфический рецептор и внутриклеточные сигнальные пути вот этих цитокинов. И вот те события, которые они вызывают в клетке с экспрессией соответствующих генов. То есть очень много факторов из семейства цитокинов активируют НК клетки, стимулируют противоопухолевый иммунитет. Вот еще один пример. Интерлекин-36 гамма – это тоже субсемейство интерлекина-1, который изучается активно в последние годы. И на примере интерлекина-36 гамма показано, собственно, что происходит с цитокинами. Вот опухоль и концентрация в ткани интерлекина-36 гамма, которая падает, и это приводит к прогрессированию опухолей, не запускается должный иммунный ответ. Но если мы введем рекомбинантный интерлекин-36 гамма, он вызывает активацию CD8 цитотоксических т-лимфоцитов, НК клеток, гамма-дельта-лимфоцитов. Здесь идет синтез интерферона гамма и подавление роста опухоли, ну, конечно, и прямые цитотоксические эффекты этих клеток. Но, к сожалению, мы видим, что без лекарственного воздействия это проходит следующим образом. Продукция цитотокинов как механизм прогрессии опухолей. До сих пор мы говорили о защитной роли, а теперь вот прогрессия. Что же делают цитотокины в плане прогрессии? Это факторы роста для пролиферации опухолевых клеток. Это факторы, которые вызывают ремоделирование окружающих тканей для инвазивного роста. Ангиогенные хемотоксические факторы для роста питающих сосудов и привлечения клеток. Мы это видели с вами. И, наконец, блокирование воздействия иммунной системы за счет самых разных механизмов. Ну, вот, например, механизм апоптоза. Здесь показан фаззависимый апоптоз, но мы знаем сейчас, более активно изучается апоптоз, вызываемый через PD1-легант, PD1-рецептор. Но смысл в том, что активированные Т-лимфоциты в норме, вот норма здесь в верхней части слайда, показаны, могут через активацию апоптоза, специфические рецепторы с участием домена смерти, вызывать апоптоз клеток. И вот идет апоптоз опухоли. Но при развитии раковых клеток оказывается, что наши лимфоциты экспрессируют рецепторы апоптоза, но это PD1 в основном сейчас рецепторы, и не опухолевая клетка подвергается апоптозу, а гибнет сам лимфоцит за счет механизма апоптоза. И это приводит к отсутствию контроля и пролиферации опухолевых клеток. Участие цитокинов в регуляции противоопухолевого иммунитета, которое может быть использовано в клинике. Ну, конечно, это антипролиферативное действие, иммуномодулирующее действие, индукция апоптоза, антиангиогенное действие, конструирование противораковых вакцин и усиление противоопухолевой вакцинации, и использование цитокинов в комбинированной терапии рака, ну, например, для коррекции токсической лейкопении, вызванной применением цитостатиков и радиотерапии. То есть очень много вариантов терапевтического использования цитокинов. И вот применение цитокинов в комбинированной терапии рака. Активация противоопухолевого иммунитета, интерферон альфа, интерликин-2, интерликин-15, противораковые вакцины, но мы знаем, что очень многие цитокины сейчас активно используются для этого. Профилактика и коррекция лейкопении – это препараты в основном колонии стимулирующих факторов и интерликин-1. Цитокины в лечении рака. Какие цитокины конкретно? Интерферон альфа – антипролиферативное действие, активация НК клеток и токиллеров. И какие опухоли? Лимфома, лейкозы, рак почки, мочевого пузыря. В основном здесь так называемые иммунозависимые опухоли, где стимуляция иммунитета имеет смысл для активации гибели раковых клеток. Интерликин-2 – это, конечно же, индукция интерликин-2 активированных клеток различных вариантов. Меланома, рак почки, саркома, некоторые другие. И вот очень интересный член семейства фактора некрозы опухоли 4.1BB – активация токиллеров для цитотоксического влияния на опухолевые клетки. Интерликин-15 – под вопросом сейчас активация тлимфоцитов, но не показана пока активность в клинических испытаниях. Какие же утвержденные протоколы лечения опухоли препаратами энтерферона альфа? Наверное, он раньше других начал применяться в противораковой терапии. Волосатая клеточная лейкемия стоит на первом месте. Безусловно, это реально протокол, который дает клинический результат. Кронический милолейкоз, фолликулярная лимфома, меланома, саркома, капыши у больных СПИД. И убедительные клинические результаты действительно получены при некоторых типах ТИБ-клеточных лимфом и карциноме почки. Ну вот, опять же, подчеркиваю, лучше всего показана эффективность энтерферона при волосатой клеточной лейкемии. Результаты монотерапии препаратами цитокинов у больных с меланомой. Сегодня уже о меланоме речь шла. Лечение высокими дозами энтерферона альфа, в том числе пигелированным энтерфероном альфа. Показано увеличение продолжительности жизни больных. Лечение высокими дозами энтерликина-2. Ну вот, вы видите, что не очень хорошие результаты. Тем не менее, ну это еще в 99-м году было опубликовано. Тем не менее, есть какие-то зацепки. Но как применить энтерликин-2 более эффективно? Действительно, сейчас во всех терапевтических стратегиях у больных с меланомой применяется энтерликин-2. Это просто я привел пример, что любые варианты, вот меланома, четвертая стадия, ну тут различные мутации показаны. Используются, конечно, моноклональные антитела. Но посмотрите, везде применяется, рекомендуется применение энтерликина-2. Рекомбинантного энтерликина-2. Есть вариант местного внутриопухолевого введения энтерликина-2 при меланоме. И вот результаты шести исследований, пролечено 140 больных, полный ответ 78%, 50% пациентов с достаточно хорошей переносимостью. Но мы знаем, что системное введение энтерликина-2 не так безопасно, потому что целый ряд побочных эффектов мы, к сожалению, видим. Но сейчас, конечно, энтерликин-2 используется не просто как препарат, не просто его введение, а это его использование для получения энтерликин-2 активированных клеток. И есть три вида таких клеток. Лимфокин-активированные киллеры – это лимфоциты периферической крови, полученные от больных раком. ТИЛ, туморинфильтрирующие лимфоциты – это лимфоциты, выделенные из удаленной опухоли и стимулированные энтерликином-2 инвитро. И здесь, конечно, идет расчет на то, что туморинфильтрирующие лимфоциты имеют больший процент предшественников, отвечающих на специфические опухолевые антигены. И, наконец, вот ЦИК, последняя разработка – это цитокин-индуцированные киллеры, это лимфоциты периферической крови, которые стимулированы инвитро комбинацией цитокинов, плюс еще активации анти-CD3, то есть с вариантом активации антигенного рецептора. Применение, опять же, меланома рак почки саркома, ну и вот по данным 2013 года полный ответ до 50%, пятилетняя выживаемость до 72%. В чем смысл этой терапии? Это выделение клеток, ну, допустим, тумоконфильтрирующих лимфоцитов, в культуре размножения в присутствии энтерликина-2 и дальше введение обратно больному, либо самостоятельно, либо еще дополнительно с энтерликином-2, для того, чтобы усилить вот это вот действие уже в организме больного. Ну, и сейчас также используются клетки с генномодифицированным Т-клеточным антигенным рецептором, вот эти кары, о чем Заря Григорьевна рассказывала. И здесь тоже используется энтерликин-2 для того, чтобы размножить и активировать эти клетки. Ну, теперь немножко о третьем направлении терапии. Это вот коррекция осложнений, которые могут быть при химии и радиотерапии. Здесь, конечно, используется гранулостарный колоний-стимулирующий фактор. В норме он стимулирует гранулопоэс в костном мозге и стимулирует функциональную активность зрелых гранулоцитов, активирует Т-хелперы второго типа, то есть типичный плеотропный цитокин, который стимулирует развитие и функциональную активность гранулостарного ростка кроветворения. Клиническое применение препарата в ГКСФ. Первое – это, конечно, восстановление миолопоэза, подавленного в результате проведения химиотерапии рака. Ну, еще есть применение, мобилизация стволовых клеток, коррекция тяжелой наследственной ликопении, лечение неонатального сепсиса и апротонистических инфекций при СПИДе. Ну, вот это первое основное направление использования данного препарата. Каковы же результаты его применения? Не показано снижение летальности от основного заболевания, то есть нет фактически противоопухолевого действия, прямого. Но его и не ждут, а ждут вот что – снижение продолжительности и глубины лейкопении, уменьшение частоты инфекционных осложнений, снижение сроков госпитализации и курсов антибиотикотерапии. И вот это позволяет существенно увеличить интенсивность химиотерапии и противоопухолевого действия, проводимых схем лечения, потому что больные не попадают в глубокую нейтропению и быстрее выходят из этого состояния. Ну, вот это вот вариант такого применения. В чем в целом преимущество лечебного применения цитокинов как класса фармакологических препаратов? Конечно, это применение рекомбинатных препаратов, идентичных эндогенным молекулам, полностью охарактеризованный механизм действия, что для фармакологии очень важно. Возможность сочетания с химиотерапией, радиотерапией и высокая эффективность по сравнению с традиционными методами. И вот это все, конечно, позволяет считать цитокины чрезвычайно перспективными препаратами в онкологии. Ну, и некоторые примеры я приводил, как это можно использовать. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Андрей Семенович. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Андрей Семенович, можно вас спросить? Вот вы считаете, вот это направление последнее, оно действительно очень интересное. Вы считаете, его можно более активно использовать для вот онкологических больных? Может быть, как будто сочетание? По восстановлению милопайзова, имейте в виду, безусловно, это нужно использовать. И мы имеем вот собственные результаты по применению интерлекина-1 рекомбинантного, так же, как ГКСФ. И у него есть целый ряд отличий, потому что его, например, можно использовать параллельно с проводимым курсом химиотерапии, не останавливая выполнение схемы, что очень важно. И он шире действует на несколько ростков претворения. Но вот ГКСФ более все-таки на нейтрофилы, а тут более широкий эффект. Но в целом, вот отвечая на ваш вопрос, конечно, да, это очень перспективно. Это позволяет ведь онкологу провести схему в тех дозах и тех режимах, которые нужны. Вот и усилить противораковое действие. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Василий Андрееведович, Российский онкологический центр. Скажите, пожалуйста, при использовании ГКСФ для восстановления миопоэза нет ли риска развития вторичных опухолей онкогематологических за счет стимулирования гранулоцитов поэза? Такие результаты отсутствуют. Ну, то есть нигде не показано, что вот в клинике при применении этого препарата есть такие эффекты. Тем не менее, при ряде миелодных опухолей, конечно, нужно с осторожностью к этому подходить, потому что это ростовой фактор для гранулоцитов, безусловно. Но это вот отдельная группа опухолей, и там, наверное, и отдельные протоколы применения должны быть. Да, пожалуйста, Михаил Валентинович. Левский онкологический центр. Скажите, пожалуйста, вот у химиотерапевтов возникают сомнения в целесообразности применения колонии стимулирующих факторов на фоне химиотерапии длительного применения, поскольку возможно развитие миелодиспластического синдрома. А вот вы в эксперименте не видели ли подобных явлений, которых опасаются реальные химиотерапевты? Ну, мы не видели, сразу скажу. Но ведь дело в том, что все это определяется дозой. Если дать высокую дозу ГКСФ больному, у него начинается подъем лейкоцитов с 3 до 50. Это не нужно. То есть нужно всегда отрабатывать дозу. Причем в плане персонализированной терапии, безусловно, у каждого больного нужно смотреть, как на него действуют препараты и не доводить вот до таких вот серьезных лейкемоидных реакций. А что касается, ну, милодиспластического синдрома, ну, не видели, но, безусловно, исследования продолжаются, и вы правы, нужно следить за этим. Потому что это ростовой фактор для данного типа клеток. Да, будьте добры, Елена Алексеевна. Ростовский онкоинститут. Подскажите, пожалуйста, были ли случаи стимуляции у вас при лактерапии больных? Потому что мы когда-то проводили такие исследования при солидных опухолях, и, в общем-то, все зависит также от дозы, введенной пациентом. Как у вас это было? И вопрос по поводу ТИЛ-терапии тоже, какие дозы вы вводите и какие клетки выделяются для ТИЛ-терапии, при каких локализациях? Ну, к сожалению, мы у нас в институте не занимаемся прямо этим делом. Мы работаем вместе с онкологическими центрами вот здесь, в Петербурге. Я не могу более подробно вот ответить на ваш вопрос. Но что касается стимуляции, все, опять же, индивидуально у каждого больного. Только персонализированный подход может быть, потому что, ну, даже любой цитокин при введении, он действует на каждого человека по-разному. Это касается и индукции клеток, и, например, побочных эффектов высоких до централикина-2, когда идет индукция фактора некрозоопухоли вплоть до, там, сепсис-подобного синдрома с температурой и, может быть, даже дисфункции органов, если не контролировать это. Поэтому, ну, вы, наверное, правы, что тут очень должен быть четкий контроль и персонализация, еще раз говорю. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо, Андрей Семенович. Спасибо.